Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтан. Из Храброво срочно эвакуировали всех пассажиров и персонал. В аэропорт поступило сообщение о бомбе. Право на возврат. Калининградке пришлось в суде доказывать, что купленный через интернет сайт товар она вправе вернуть после получения. В Калининград приехали 23 советника президента. Какие рекомендации дали местным властям столичные гости? У всех калининградцев старше 12 лет снимут отпечатки пальцев. Кто, когда, а главное, зачем? Что подарить близким на Новый год и чем украсить елку? В ДКМ открылась первая новогодняя ярмарка. Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город. В студии Вероника Сухачева и главной теме. Взрывоопасная новость. 14 декабря около 14 часов. В отдел полиции номер 3 позвонил неизвестный мужчина и сказал, что аэропорт Храброво заминирован. На место сразу выехали экстренные службы города, кинологи и взрывотехники, а также наша съемочная группа. После звонка в здание аэровокзала прошла срочная эвакуация. Территорию аэропорта оцепили. На место также прибыла и карета скорой помощи. Полицейские останавливали калининградцев на въезде в аэропорт и держали их в безопасной зоне, пока специалисты разыскивали взрывное устройство. Вечером стало известно, что информация оказалась чьей-то злой шуткой. Напомним, подобная ситуация произошла в Калининграде этой осенью. Вечером 5 октября в дежурную часть поступило сообщение о заминировании гостиницы «Калининград». После тщательного обхода всех номеров отеля сообщение о взрывном устройстве признали ложным. К другим темам. Добилась справедливости и компенсации. Калининградка через суд вернула деньги за дорогую технику. Этим летом одна из жительниц нашего города основательно потратилась. Купила через интернет, два планшетных компьютера, игровую приставку и телефон. Когда дорогая посылка наконец прибыла, женщина захотела ее вернуть. Но сделать это оказалось не так просто. Магазин отказался возвращать женщине 85 тысяч рублей, которые она потратила на технику. Хотя по закону в таких случаях абсолютно не важно, что именно не устраивает покупателя. Через интернет чем плохо заказывает, тем в том, что у потребителя нет возможности ознакомиться с этим товаром. Он видит только фотографию. Поэтому законодатель предоставил такое право получить товар, вскрыть его, ознакомиться, посидеть, подумать и в течение 7 дней отказаться от этой покупки. И Калининградка своим правом воспользовалась. Она отправила по указанному на сайте адресу свою претензию. Но сдаваться так просто нерадивые продавцы не спешили. Женщине пришлось обратиться в суд. В соответствии с федеральным законом о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара в течение 7 дней. Однако необходимо помнить, что возврат товара надлежащего качества возможен лишь в том случае, если сохранена его упаковка, товарный вид и потребительские свойства. В суде женщина доказала, что соблюдала все эти условия. Договор купли-продажи расторгли. А женщине выплатили более 250 тысяч рублей. Это и деньги за технику, и неустойка, и штраф за нарушение закона о защите прав потребителей. Информировать, мотивировать, инструктировать. С такими задачами к нам в регион накануне приехали 23 члена Государственного совета Российской Федерации. В Янтарном крае президентские советники пробыли три дня. За это время они успели посетить объекты федерального значения не только Калининграда, но и области. А именно органы полиции, колонии, детские учреждения, а также Балтийский флот и военнослужащих. Выездной президентский совет по правам человека прошел в главном корпусе Балтийского федерального университета. До его начала советники президента посетили такие города-области, как Балтийск и Черняховск. Главная цель визита – выявить проблемы государственного значения. А вот проблема жилья для офицеров, для военнослужащих контрактников, младшего командного состава. Эта проблема не решена и именно это сдерживает развитие контрактной системы в нашей армии. Это проблема не регионального значения, это проблема федерального значения. Проблемы такого уровня нашли во всех сферах калининградского общества. Форум работал сразу на нескольких узкоспециализированных площадках. К примеру, советники изучили вопросы взаимодействия власти в сфере социальной политики, эффективность работы полиции, развитие агропромышленного комплекса, патриотическое воспитание и инновационную политику нашей области. Итогом второго гражданского форума стали рекомендации калининградским властям от советников президента. В Калининградской области назвали лучшего врача года. Эта почетная награда присуждается за непревзойденное мастерство, редкое чутье и самоотверженное служение самой гуманной профессии. Победителем стал главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач России Юрий Букин. В рабочей обстановке с ним встретился и наш корреспондент Алексей Бондарев. Это Юрий Константинович Букин, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области. В свои 62 года главный врач Юрий Букин работает без выходных. Такой жизненный принцип от понедельника до понедельника. И каждый день сотни новых пациентов. Про таких специалистов говорят. Приходит на работу первым, а уходит домой последним. Поздравляю вас присвоение в звание душевого врача года. Мы очень рады работать под вашим вопросом. Родился в Казахстане. После школы попал в Караганду, где закончил медицинский институт. Юрий Константинович признается, долго выбирать будущую профессию не пришлось. У меня в роду старшие братья, двоюродные мои, родственники мои, были врачами. Поэтому как-то призвание такое мне быть врачом. И я пошел в медицинский институт. В Калининград приехал в 78 году. Юрий Букин все время чему-то учился. Все свое время он проводил в больнице. Ночи напролет сидел у постели больных. Дома видели его нечасто. Понимали, вся его жизнь там, в клинике. Работал Юрий Константинович даже на севере. Но с 2000 года не представляет себя без этой поликлиники. Он сделал из нашего диспансера, можно сказать так, лучшее учреждение Калининградской области. Хороший человек, внимательный, всегда подскажет, что надо. Строг в меру. Под его руководством работать просто одно удовольствие. Сейчас в Центре специализированных видов медицинской помощи в две смены принимают 380 посещений больных с кожными заболеваниями и инфекциями. А такие процедуры, как физиолечение и водолечение, проводят абсолютно бесплатно. Самое интересное в моей работе и самое важное, что пациент, который уходит из стен нашего учреждения, был доволен. Что ему было оказано комфортное, услуга доступная. За многие годы безупречной работы Юрий Букин получил звание заслуженного врача России. Но это, повторяет он, не главное. Важно быть требовательным к себе и подчиненным, а также добрым к своему пациенту. Алексей Бондарев, Радамир Тарасов, Служба новостей, город. Сразу после рекламы вы увидите. У всех холенинградцев старше 12 лет снимут отпечатки пальцев. Кто, когда, а главное, зачем. Что подарить близким на Новый год и чем украсить елку. В ДКМ открылась первая новогодняя ярмарка. Обмануть не удастся. Гаражан начнут обучать финансовой грамотности. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире Служба новостей, город. И мы продолжаем. Зарплаты калининградцев вырастут, автобусных остановок станет еще больше, а для оформления загранпаспорта начнут брать отпечатки пальцев. Более подробно об этих, а также других не менее интересных новостях, вам расскажет моя коллега Светлана Федорова в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. Зарплаты калининградцев вырастут, правда, не у всех. Радостная новость коснется лишь обладателей минимальных выплат. С 1 января они будут ежемесячно получать 7,5 тысяч рублей, а к 1 июня из зарплаты поднимут еще на 500 рублей. Правда, до столичных зарплат калининградцам еще далеко. Там они составляют 12 600 рублей. Ездить на автобусах и троллейбусах станет еще удобнее. В Калининграде появятся две новые остановки. Одну из них установят на Московском проспекте, у Закхаймских ворот. Вторая расположится у бывшего здания областной таможни на Гвардейском. Места для них выбрали сами калининградцы. Новые остановки должны заработать до конца этого года. У всех калининградцев возьмут отпечатки пальцев, но не для нахождения преступников, а для оформления загранпаспортов. С 1 января 2015 года эта процедура станет обязательной для всех россиян старше 12 лет. Проверять паспорта на подлинность станет быстрее и удобнее, а сам документ получит максимальную защиту. При этом внешне он не изменится. Данные с отпечатками пальцев сохранятся только на электронном чипе загранпаспорта. Обмануть не удастся. Калининградцев обучат всем премудростям финансовой грамотности. В городе появилась горячая линия по вопросам налогов, пенсий и нарушений в сфере ЖКХ. Задать свой вопрос можно будет в любой день с 10 часов утра до 8 вечера. Все консультации бесплатны. Калининградцы могут остаться без любимых рыбных деликатесов. Россельхознадзор планирует запретить ввоз охлажденной форели и лосося из Норвегии. А это почти 80% всей импортной рыбной продукции. Одной из главных причин стали последние некачественные поставки. Сейчас эксперты оценивают возможные риски. Запрет могут ввести уже с 1 января 2014 года. Это были все новости короткой строкой. До встречи в следующих выпусках. Они выступают на всех сценах Калининграда и области. На этих выходных свой юбилей отметил театр песни «Поющие горошины». Его основали 25 лет назад. Школа, как ее называют участники коллектива, за это время уже успела выпустить множество талантливых артистов и исполнителей. «Поющие горошины! Новости хорошие! Пригодите на концерт! Мы вас огорошим!» В честь юбилея коллектив организовал серию благотворительных концертов, на которые может прийти каждый. Первый провел уже в эту субботу. Причем поучаствовать в нем решили не только действующие артисты, но и прославленные выпускники. Мой любимый коллектив дал мне огромнейшее развитие. Теперь я могу уверенно держаться на сцене, петь, выступать, говорить какие-то речи. И, конечно, это огромный толчок мне для дальнейшей жизни тоже. Их песни можно будет услышать как в этом, так и в новом году. Коллектив подготовил юбилейный компакт-диск с хитами. Конечно, мы опять включаемся в концертную деятельность и будем давать опять концерты благотворительные. И заключение этого концерта и выпуск компакт-диска, замечательного тройного альбома. За 25 лет сложилась красивая история у «Поющих горошин». Все участники театра – песни «Поющие горошины» – ученики музыкальной школы имени Шестаковича. Кстати, сейчас коллектив объявляет набор талантливых детей от 7 лет и старше. Первая новогодняя ярмарка открылась в эти выходные в Доме культуры молодежи. На ней свои праздничные изделия представили местные мастера. От желающих приобрести эксклюзивные новогодние подарки и сувениры не было отбоя. Не испугали их ленинградцев и цены на некоторые товары, достигавшие нескольких тысяч рублей. Правда, были и сравнительно недорогие рукотворные изделия. На выставке побывала и наш корреспондент Дарья Веклич. К этой новогодней выставке Светлана Струкова готовилась два месяца. Удивлять калининградцев она решила вот такими флисовыми игрушками, внутри которых синтепух. Правда, кроме тильт игрушек, у которых есть только глаза, Светлана подготовила и настоящий эксклюзив. Рукодельница улыбается. Без него украсить новогоднюю елку просто невозможно. Я вот придумала вот такую вот манишку под елочку, которая расстегивается, одевается под крестовину нашей елочки, закрывается и прячет все, что у нас находится под елочкой. Обычно мы ложим какую-то мишуру, какую-то ткань, а это вот такая вот своеобразная салфеточка, на которую можно поставить очень интересные подарочки. Стоимость такой манишки 400 рублей. Кстати, выбрать новогодний подарок по душе на ярмарке не составит труда. Здесь и елки-спортсменки на коньках и сноуборде, подсвечники, задекорированные в тыкву, сережки, подвески, брошки, сделанные из натурального войлока. Именно с таким материалом уже много лет работает Елена Худенко. Свои изделия она демонстрировала не только на прилавке. Я в основном практикую всяких разных зверюшек валять. То есть это зайцы, мишки, кошки. И также можно валять брошки, то есть маленькие какие-то изделия, детальки. Вот такой войлочный зайчик-ушастик стоит 5000 рублей. Такие же деньги придется отдать и за эти елочные украшения. Сделаны они из обычных пластиковых шаров и украшены пайетками, бусами и живыми шишками. В набор также входит рождественский венок. Кроме сувениров и игрушек на ярмарке можно приобрести и практичные подарки. К примеру, эти корзины. Сделаны они из простых газет, а украшены обоями и салфетками. Цена бумажной тары 500 рублей. И как признались мастера, расставаться со своими изделиями не так просто. Дарья Веклич, Георгий Моторин, Служба новостей Город. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или присылайте их на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру. Также я напоминаю, что все выпуски дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет Служба новостей Город. Всего вам доброго и до встречи. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Субтитры создавал DimaTorzok